Я помню, когда я делал программу, когда я сидел один на один, и огромный сидел амфитеатр, там 150 человек, и они за этим смотрели, и я должен был делать одновременно программу для моего героя, которого я должен был вылечить, чтобы он в результате сказал, что я что-то понял, и вот понял это. Я ее делал для редактуры, которая должна была получить весь набор фактов, из которых можно было бы на монтаже сложить понятную историю. И третье я делал ее для аудитории, которая должна была не смеяться, когда могло казаться смешно, но на самом деле трагично, и смеяться тогда, когда надо было смеяться, и плакать, когда нужно было. То есть это была конструкция, при которой нужно было делать три действия сразу. Вылечить человека с работы, и при этом у меня еще в зале сидели герои, потому что я потом спускался в зал и разговаривал с героями из зала, и я должен им был не перепродать что-то, что потом будет тем, что я должен буду из них получить, как я буду производить. И вот количество этих контекстов, они создают реальный, действительный объем системного мышления. И вот чем больше у вас этот объем, тем больше вы можете делать креативности, тем больше вы можете делать аналитичности, тем более вы можете делать стратегичности, вообще чего угодно можете делать с этой системой. Но прежде всего это наращивание объема. Я сейчас рассказал только, ну как бы, три с половиной сюжета, значит, из сложности, которую надо учитывать, когда вы делаете проект. Продолжение следует...